Спасибо вам большое за то, что вы собрались, несмотря на то, что на улице очень жарко, несмотря на то, что я знаю, что особенно работники госпредприятий получают звонки, я знаю, что у нас привыкли к тому, особенно когда я вижу эти митинги в Тишиневе, когда людей в Молтелекоме, когда людей в Примариях, во всех, я бы сказал, во всех министерствах, неважно, это Министерство финансов, налоговая инспекция, это другие министерства, людям говорят, «Си не нумерзи ламитинг пендру интегрария европианы, асчезда сафарит ла лукру». Я знаю про то, как многих из вас сегодня говорят, что если хочешь дальше продолжать работать, пиши заявление в партию и приведи с собой еще трех человек, иначе будешь иметь проблемы. Я знаю сегодня то, что за последние 20 лет, с тех пор, как Молдова стала независимым государством, мы остались, к сожалению, независимыми только на бумаге. Сегодня Молдавия является полигоном, где Запад пытается выяснять с русскими свои отношения. Поверьте мне, что вот эта евроинтеграция в том виде, в котором ее вам всем показали, сегодня никто не говорит правду, что нас ждет сегодня. И это послужило основным пунктом, и для того, чтобы я вернулся после 10 лет жизни в Москве, вернулся домой для того, чтобы навести в стране порядок, и решить, и поменять жизнь граждан страны кардинально. Сегодня я ненавижу людей, которые руководят Молдовой, и те, которые руководили до них, потому что у меня родители учителя, многие из вас об этом знают, и я прекрасно знаю, что мои родители бы сегодня не выжили, если бы не было меня рядом. Сегодня, когда пенсия не закрывает даже на 50% реальную потребительскую корзину, это тоже знает вся страна. Сегодня пусть они скажут спасибо, что есть сотни тысяч людей, которые оставили свои семьи, своих жен, своих детей, некоторые уехали, оставили детей у дедушек и бабушек, которые одни пашут на стройках Подмосковья, вторые убирают туалеты у того или иного бизнесмена в Италии. Сегодня, если бы не было этих людей, молдавская экономика перестала бы существовать, потому что благодаря труду этих людей Молдова получает полтора миллиарда долларов в год. Дальше эти деньги попадают в государство, они начинаются аккумулироваться у максимум 10-20 человек, один их тихонечко переправляет в свои швейцарские банки, второй покупает себе земли, колхозы в пригороде Кишинева за десятки миллионов евро. Сегодня вы прекрасно знаете, что в Молдавии невозможно устроить, какой бы у вас не был хороший ребенок, какие бы у него не были знания, какой бы он не окончил университет, если нету в правительстве или в парламенте Нану, Куметру, Веришор и так далее, то ваш ребенок уедет работать барменом в Москву или поедет собирать клубнику в Испанию. Сегодня государство не считает, абсолютно не думает о том, что вообще нужно людям страны, и самое главное, они никто не предлагают конкретного плана, как выйти из этого. Сегодня я с болью наблюдаю то, что во всех районах в те годы, которые некоторые молдавские политики называют годами советской оккупации, практически уничтожены все техникумы и все училища, потому что раньше что было? После восьмого класса, те, которые не хотели идти в университет, они шли в эти средне технические учреждения получать образование, в результате этого страна каждый год получала тысячи сварщиков, плотников, маляров и так далее. Сегодня у нас, к сожалению, специалистов нет, я даже проводил исследования, самый молодой сварщик в стране, дипломированный сегодня в возрасте 60 лет. И сегодня, если в течение полугода не возродить систему среднего технического образования, поверьте мне, наша страна с колен никогда не станет. Я сегодня категорически не согласен с тем, когда возникает в том или ином районе страны какая-либо проблема, нам всегда говорят бюджету нарибань, гуверну нарибань. Зато у всех успешно пополняются счета в банках Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Потом их заставляют, из-за того, что деньги у них находятся в этих банках, их заставляют голосовать за законы голубых, серых, фиолетовых, потому что сегодня их не спрашивают. Хотят люди в Европу? Кто хочет таможенный союз? Хотя я сегодня выступаю, многие спекулируют сегодня, что вот усатый, приехал по заданию русских дестабилизировать ситуацию в стране. Вы знаете, я патриот этой страны, и несмотря на то, что 10 лет прожил в Москве, сегодня моя позиция, позиция нашей партии в том, что мы сами должны навести порядок у себя дома. И мы сегодня должны быть площадкой, где взаимодействуют европейцы с Востоком, а не полигоном, кем мы являемся. Сегодня спекулировать на договоре, подписанном между Молдовой и странами Евросоюза. Вы знаете, это я говорил во многих интервью, так как Христофор Колумб индейцам давал колокольчики, те ему отдавали золото. Так сегодня поступили с нами, потому что Молдову интересует только как площадка сбыта своей продукции. Никто из них не говорит о том, что Молдова сегодня в год выращивает 600 тысяч тонн винограда, но мы можем продавать страны Евросоюза только 20 тысяч тонн. Вы все видели в последнее время, какая проблема у нас возникла с Российской Федерацией, где наши руководители, они что говорят? Я коруший, он терзи саста, он терзи саста, я коруший с рейд. Вы знаете, я просто жил в Москве, я видел это бесконечное количество делегаций, которые приезжали в Москву, здесь функционари, нош-три, 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 в нем, Федерация Руссия, я вспомнил фотографии ку-медведевку Путина на эти диалезе, пермала тез варатау кэспророссийский, вамини и ватал, шутупастро тез уитал. Я помню эту проблему, когда она началась в 2003 году, когда Воронин первый раз кинул Российскую Федерацию, когда не подписали меморандум Козака, у нас возникли первые проблемы. Потом у нас в 2008 году Владимир Николаевич Воронин стал улику цикопроевропейским, опять запрет молдавского вина, проблемы у рабочих и так далее, и так далее. Потом пришел сегодняшний альянс за евроинтеграцию, у которого стоит задача доприватизировать то, что не успел приватизировать Владимир Николаевич за 8 лет. Вот они сегодня поставили себе задачу доприватизировать. Поэтому один из ключевых пунктов в нашей программе это национализация всех активов, украденных у государства, и пересмотр приватизации за 13 лет. Потому что вы все знаете, вот этих умных ребят, которые на «Жигулях» скупали квоты у людей в районах, раньше земля участвовала в решении социальных проблем в территории, сегодня она больше не участвует. У кого-то случилось горе, кто-то заболел, кто-то погиб, кому-то нужны были деньги в Москву или в Европу на дороге, люди отдавали эти квоты. Да, есть порядочные лидеры, которые на самом деле пашут, берут огромные кредиты, государство для них ничего не делает, они имитируют помощь сельским хозяйством, на самом деле ничего не делают. Но есть люди, которые просто скупают землю, и как привыкли у нас в Молдавии, в Молдавии, а что это у нас в Кумпиасске. Если купили по 200 евро за гектар, потом 500, сейчас вроде 1000, понимаете, у нас сегодня не так много земли, чтобы делать людям подарки. Сегодня, когда я слышу про пенсии судей, то вся страна умирает с голоду, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны конфликта в Афганистане, ветераны после Приднестровского конфликта, всех этих людей забыли. Сегодня, поверьте мне, да, в бюджете нет, например, достаточных денег для того, чтобы людям выдавать квартиры, как это делалось раньше. Но сегодня наша позиция, что все компании, например, которые хотят строить, неважно, строят они в Кишиневе, в Бельцах или у вас в Ларинштах, если строительные компании отдавать бесплатно землю и не делать так, как у нас привыкли, пока не сделаешь БУНОЗИО, ты не получишь авторизацию ни у архитектора, ни в газовом хозяйстве, ни на подключение электроэнергии. Сегодня людям, если давать эту землю бесплатно, и потом у строительных компаний, когда они закончат дом, государство должно получать готовые квадратные метры за предоставленную землю, за предоставленную мощность, и неважно, это там газы, электроэнергия. И только тогда появятся квартиры, многодетные семьи смогут покупать. Потому что то, с чем я столкнулся еще два года назад, я оперирую вместе с какое-то количество детей, помогаю там каким-то, какому-то количеству людей, но я понимаю, что это как колодец, и сегодня без кардинальных мер, без кувалды, и без позиций, как у Лукашенко, в этой стране мы ничего не поменяем. Сегодня я не боюсь, в отличие от тех, которые руководят страной, делать такие заявления, говорить о том, что если американцы будут лезть во наши внутренние дела, то я закрою их посольство и сделаю из него караоке, или в лучшем случае свадебный зал. У меня никогда не было западных счетов, офшорных компаний, и меня не будут звать в то или иное посольство и говорить там, дом на усадке, да куну вутас лезья кутария, свалом тезбани динконт, потому что наши все руководители, те, которые сегодня руководят, те, которые руководили до сих пор, хотя на тему партии коммунистов я хотел бы сделать небольшую ремарку, в партии коммунистов есть достаточно большое количество нормальных ребят и сегодняшних депутатов парламента, но там есть Владимир Николаевич Воронин, к сожалению, который держится за свое место. Владимир Николаевич довел ситуацию в партии до того, что многие люди оттуда сегодня уходят и в ближайшее время уйдут, потому что все знают, что Владимир Воронин и молдавский бизнесмен Влад Плохотнюк 10 лет партнеры, имеют совместный бизнес. Владимир Николаевич Воронин делает все для того, чтобы ушли самые умные, самые серьезные депутаты из партии коммунистов, потому что они выступают против альянса с Плохотняком. Владимир Николаевич Воронин, у меня к нему один вопрос, и поверьте мне, я доведу эту ситуацию и до конфискации, и до национализации, мне абсолютно без разницы. сколько у них денег, меня интересует, как быстро они их вернут этой стране, потому что эти деньги они украли не у меня, они украли их у всех нас. Сегодня Владимир Николаевич Воронин, который ходит в потертом пиджачке, рассказывает про светлое будущее, который в оляк и проевропейский, в оляк и про российский, у Владимира Николаевича позиция меняется, к сожалению, каждую неделю у него ее нету. Сегодня довел ситуацию до того, что люди потеряли доверие к этому государству. И здесь заслуга не только Воронина, это заслуга тех, которые руководят сегодня, это его заслуга и даже некоторых товарищей, которые были до него. Сегодня в Кишиневе улица Штефан Чалмаре с двух сторон, банки, магазины, вы все это видите, это все сегодня стала частной собственностью. И у нас вопрос к этим людям, они выйдут, это будут публичные судебные слушания, будет создана специальная комиссия, на котором либо они объяснят, откуда у них эти счета за границей, откуда у них эти дома, гостиницы, банки, либо мы будем просто у них отнимать. То есть с этим у нас все в порядке, и я абсолютно не боюсь этих кардинальных мер. Потому что сегодня, ребят, Купу Вешти, Купринчи Пиши Валорь, в этой стране мы ничего не сможем поменять. И сегодня они привыкли к тому, что людям раздаются по 2-3 килограмма риса перед выборами, даются какие-либо там телеграммы, говорят таможникам, полицейским. Да, сегодня, чтобы вы понимали, коррупция поразила абсолютно все государственные структуры страны, но есть нормальные ребята в полиции, есть нормальные ребята в таможне. То, что нужно поменять, а еще лучше посадить 100-200 человек этих руководителей, которые не дают сегодня правильно работать, ни правительству, ни Министерству внутренних дел, ни Министерству сельского хозяйства. Это абсолютно правда. Сегодня не надо говорить о том, что в Молдавии нет. Абсолютно специалистов ни в одном Министерстве. Они есть, но им не дает вырасти. Сегодня чувствуют себя нормально только те, у которых тот или иной родственник руководит это Министерством. И самое главное. Вы знаете, я человек, который сделал себя сам, который прожил 10 лет в Москве, который начинал так, как многие из вас и многих ваших родственников, которые там сегодня работают. Я начинал обычным молдавским гастарбайтером, абсолютно не стесняясь этого выражения. Но сегодня главное то, что привело меня к вам, то, что заставило меня вернуться домой, что я не могу быть нормальным, счастливым человеком, когда меня окружают десятки тысяч несчастных. Сейчас, чтобы у нас разговор был более продуктивный, я получаю от многих вас вопросы, просьбы в Фейсбуке, в Одноклассниках, письма в адрес офиса. Я не успеваю физически отвечать сегодня на все эти письма, потому что их сегодня, к сожалению, очень много и один. Я знаю, что у вас среди присутствующих есть очень много вопросов, и поэтому у нас, у ребят вот среди вас есть радиомикрофоны. Подходите, задавайте в микрофон любой вопрос. Я, в отличие от других политиков, заявляю, для меня нет неудобных вопросов, поэтому каждый должен спросить то, что он считает нужным. Всего несколько вещей, чтобы закончить. Ребят, касаемо спекуляций про евроинтеграцию, про таможенный союз и так далее, я говорил четко. И хочу, чтобы это знали все. Я категорически против евроинтеграции, потому что это грабительский договор. Сегодня я не до конца, признаюсь вам, понимаю таможенный союз. Поэтому сегодня наша позиция – это нейтралитет. Сегодня мы сами должны решать проблему у нас дома, а не Брюссель, Вашингтон и, наверное же, даже в Москве. И самое главное, когда мы придем в власти, а мы придем, и нас будет много, можете не сомневаться. И в этом заслуга каждого из вас. Сегодня граждане страны должны определять внешний курс Республики Молдова. Когда две трети населения, 65%, 67%, как конституционное большинство парламента. Значит, проголосуют. Люди решат, что Молдова должна идти в таможенный союз, она пойдет в таможенный союз. Если люди, все граждане страны решат, что Молдова должна остаться нейтральным государством, мы останемся нейтральным. Если люди выберут ту же евроинтеграцию, мы должны прислушаться, потому что президент страны, премьер-министр с Питер парламента должен везти страну туда, куда хотят большинство граждан нашей страны. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Программу коренной лови... Мы сегодня кардинально поменяем все в стране, потому что реформы ЖКХ, пособия для малоимущих, бесплатное жилье, это те проблемы, которые 22 года в Молдавии абсолютно не двигались с места. И я вам гарантирую, что мы это сдвинем с места. Сегодня надо просто для того, чтобы в стране был порядок минимальный, надо посадить в тюрьму человек 300-400, а я вам гарантирую, у меня на это уйдет максимум полгода. Потому что сегодня борьба с коррупцией закрывает милиционеров, которые плохо работали на выборах, врачей, которые не вступили в партию, ловят сегодня какого-нибудь учителя, который просто умирает с голоду, и многие люди вынуждены сегодня брать какие-то деньги, потому что он может без этих денег зимой замерзнуть. Сегодня с коррупцией нужно бороться с теми, кто про нее больше всего говорит в кабинетах, и потом заниматься учителями, врачами, электриками и так далее. Поэтому с этим у нас будет все в порядке, можете не сомневаться. И тут я вас точно не разочарую, потому что сегодня, если бы мы были такими, как они, сегодня бы не запрещали регистрацию нашей партии. Вы видите, что я полностью запрещен в новостях Молдова, УНУ, Месседжер, Прайм, Публика, каналы Плохотнюка. Меня нигде не показывают, потому что они понимают, что они со мной не договорятся. Сегодня ко мне никто не придет и не скажет Натрина, Зечемиди Долларским бы, Комиссару Лафлореш, Кущин Задимир, Шеф Убами Лавокниса. Потому что эти люди выйдут в наручниках. Я не мультимиллионер, как об этом говорят на многих телеканалах, но я человек, который зарабатывает 200-300 тысяч долларов в месяц. Я говорю открыто про эти деньги, потому что я их нигде не украл. Я их зарабатываю. У меня с нуля создана компания в России, которая является лидером в производстве инструментов для российских железных дорог. А вот что расскажут они про свои дома на телецентре, которые сегодня называются бизнес-районом. Только там нет бизнесменов. Там живут депутаты и чиновники. Сегодня нужно ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией как главный источник коррупции в стране. Там сегодня просто сидят несколько этажей народу. Там есть нормальные ребята и в Центре по борьбе с коррупцией, и в полиции, и в прокуратуре, и в СИБИ. Но этим людям, как я говорил, никто не дает подняться. Поверьте мне, когда сегодня будут приняты жесткие меры касаемо той же борьбы с оргпреступностью, посмотрите, что происходит сегодня в районах. Сегодня вся шушура, которая надо дать должное, Воронину при нем разбежалась. Сегодня все съезжаются в Молдавию, потому что, видите ли, у нас сегодня демократия в стране. Понимаете? Министерство внутренних дел в одной партии, прокуратура в другой и так далее. Поэтому с посадками в тюрьму у нас будет все в порядке. Слава Богу, передачи носить им. Есть кому... И самое главное, вы знаете, в таких ситуациях я готов ответить, как высказался один раз Александр Григорьевич Лукашенко, когда его спрашивали там, сколько дней вам нужно решить проблему с Майданом. И не с Майданом, а с тем, что происходит на Украине. Он говорит, мне нужно не сколько лет, мне нужно три дня. Первый день расстрелять депутатов Верховной Рады, а на третий день всех тем, кто пришел к ним на похороны. Понимаете? Поэтому поверьте мне, когда сядут 10-20 депутатов, очень... Остальные все будут очень серьезно и очень долго думать перед тем, как протянуть руку и прикоснуться в первую очередь к бюджетным деньгам. Любой человек, который будет уличен в коррупции у государства, не как сегодня, выгоняет с работы, снимает с должности премьера подозреваемого в коррупции, потом он получает три медали, еще успевает съездить за благодатным огнем в церковь. Сегодня церковь, на тему церкви, церковь у нас полностью запутали в политику, сегодня непонятно, что там уже происходит. Сегодня не имеет права ни один чиновник летать также на Пасху за благодатным огнем. Сегодня церковь должна быть деполитизирована, потому что сегодня церковь у нас превращается в парк ячейки Пеледеме. И с этим мы будем бороться. Сегодня... Давайте лучше к вопросам, потому что так у нас будет... Да, куда? Где микрофоны? Где микрофоны идут? Не вопрос людей. Чтобы в Молдаве поднять экономику, надо построить атомную станцию. Она уже должна была строиться возле террасы. И сразу... И в Приднестровье, и мы сразу идем, вся экономика начинает подниматься. Но за атомную станцию, она не строится за один день, она строится 13, 14, 15. Это сельская хозяйка. Можно говорить? Это экономика. Это все заводы... Очень много... Можно говорить, господин? Согласен. Но есть другая ситуация. Сегодня, пока мы не создадим условия для того, чтобы в Молдавию приходили инвесторы, неважно, русские, американцы... Сегодня нет условий в Молдавии. Сегодня в Молдавии, я также вам говорю, нет квалифицированных рабочих. Нету. Сегодня у нас есть учителя, которые стали сварщиками. Сегодня у нас есть музыканты, которые стали плотниками и так далее. Сегодня нужно решить проблему среднего технического образования. Мы должны показать правильную налоговую политику. Мы должны сегодня прекратить спекулировать на политических проблемах, которые нам сегодня чьи-то советники придумывают. Когда давайте демонтируем памятник освободителям Кишинева, плачем монументу Лимбе-Румынии. И начинается. Левые партии возмущаются, правильно делают. Унионисты выходят, говорят, ну требуют сквозь монументу оккупанцу Лорсу-Ветич, депутся монументу Лимбе-Румынии. Я прихожу с другими решениями. Ваменьбунь. Вред в монументе Лимбе-Румынии. В ста метрах от того. Не надо демонтировать памятник освободителям Молдавии. Им нужно построить еще три. Я видел сейчас памятник Германии во Франции. Там строят памятники, наши снимают. Для этого винит Михаил Федорович, что я к одной плаче года советской оккупации. Понимаете? Поэтому позиция Михаила Федоровича Гимба у меня интересует меньше всего. Сегодня, если нужен в Лимбканах памятник украинскому языку, давайте сделаем. Только не надо людям сегодня придумывать всякие проблемы для того, чтобы отвлечь от реальных проблем в экономике, в социальной сфере и так далее. Извините за... чтобы ответить на ваш вопрос по атомной электростанции, к сожалению, подчеркиваю, нам до этого далеко. Нам сегодня нужно в первую очередь решить те задачи, которые нужно решить максимум в течение одного года. Нам нужно решить вопрос с пенсионерами. Сегодня же делается все для того, чтобы пенсионеры умирали. Повышается... 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 повышается возраст людей, выходящих на пенсию. То есть все делается для того, чтобы пенсионеров просто не было, понимаете? Чтобы до пенсии никто не доживал. Вот так наше государство решает проблемы с пенсионерами. Сегодня ничего в этой стране со всей ответственностью вам заявляю, ничего не делалось, кроме личного бизнеса. Вот то, что мы делаем сегодня, я вижу, АЧС Друм есть и конструит мулцемент попоролы Американ. Вы знаете? Это на самом деле смешно. И вам бы лучше вышел министр экономики и показал, насколько возрос молдавский внешний долг. Лучше бы вам показали, сколько мы должны были три года назад, сколько мы должны были восемь лет назад и сколько мы должны сегодня. Этого никто не показывает. Сегодня главный проект Румынии. Я нормально отношусь к гражданам Румынии. Фрацы, нож, среди пестипрут. Клаур, мяурми. Аму, атитуде, некорректа, фациди, уамень. Дарам. Но я ненавижу внешнюю политику Румынии. И не столько Румынии, сколько Соединенных Штатов Америки, потому что Румыния делает все, что им говорят американцы. Сегодня в Молдавии они оценили 7 миллиардов долларов. Вам это тоже никто не говорит и не показывает ни один молдавский телеканал. И вам никто не говорит, что максимум в 2017 году внешний долг Молдавии будет равен стоимости государства. И вот тогда вы услышите главную песню. Стимас Молдавии, с отец уамень Бун, утрадите Фурмасы, уамень Мунищи Торь, но путец Адераа в Европа, потому что Евросоюз не будет расширять свои границы. Но сегодня мы вам не можем давать кредиты, потому что вы являетесь страной банкротом. Шауника Салвари, Пентру Република Молдова, есть и униряк у Румынии. Только примкнув своему мощному соседу, вы сможете выйти из кризиса, получать кредиты и так далее, и так далее. И не думайте, что это шутки, когда выходит Раян Басевский, когда выходит Понта. Премьеры Румынии говорят, что одна из главных задач внешней политики Румынии это униря Републики Молдова к у Румынии. И вы знаете, повторюсь, нормально отношусь там людям, но приехать в 2017-2018 году домой и увидеть у нас на улицах румынских жандармов, но мне не очень хочется. Всего я понимаю, с Румына Чику, с Румына Петра, у них там все нормально, и все цвета у них нормальные, но я как человек, который вырос на ну погоди, на чепурашках, этого не допущу. Никогда. не для этих негодяев, которые градат страну, для одних из них я буду Григорием Котовским, для бояр, как Штефан Челмарик, который пришел, и он боярам сказал, продайте земли, по-хорошему, иначе просто мы их у вас заберем бесплатно. Он же не к себе их забирал, он их забирал в государство. В том числе и я, как человек, который, поверьте мне, в этом не нуждается, вот эти несколько десятков людей, которые скупили эти земли, не обрабатывают, мы будем у них отнимать. Три года ничего не делаешь на этой земле, землю верну в государство. Человек, который подошел, правильно сказал, сегодня у нас все магазины в селах, магазины Ломиница, они у нас все стали баром. Дома культуры у нас стали, в лучшем случае, дискотекой. Понимаете, сегодня села просто вымирают, и сегодня надо решать проблему рождаемости. Я писал Филату еще три года назад, и я ему говорил, Филя, нужно заставить молдаван, вам не конвернула лукру, делала лукру, дипаж, дипаж, все блаженого оказывается, надо заставить молдаван заниматься сексом. А это, за первого ребенка в селе 10 тысяч лей, за второго 25, и за третьего 50 тысяч лей, и поверьте мне, у нас все села будут ходить беременные. И на это надо максимум три года. Здесь нету какой-то большей математики. Потому что есть сегодня села в Молдавии, где осталось по 10-20 человек в селе. И эта трагедия, даже в советское время, многие люди его, из присутствующих, помнят, знают, выросли в это время, люди старались из села переехать в город. А сегодня они просто бегут из села, пашут 10 лет за границей, чтобы хотя бы купить однокомнатную квартиру в Кишиневе. Или в районном центре. В деревне никого нет. Повысим рождаемость, будут дети. Учителя не будут жаловаться, что в первом классе там, 18 человек, когда раньше было 1-й А, 1-й Б, 1-й С, и было по 30 человек. У нас возродятся детские сады. У нас нужно пропагандировать нормальную культуру, которая не приводит в мире к тем последствиям, которые есть. Потому что я вот говорил неоднократно. Я человек, который вырос на чебурашках. Вы знаете, дети, которые были воспитаны на этих традициях, они не послали родителей, как это сегодня у нас наблюдается. Они не стреляли в учеников. Они никогда не хамили учителям. А сегодня дети, поверьте мне, вот то, что для многих кажется смешным, то, что я говорю, которые растут, в 2 года ребенок видит мультфильмы со скелетами, кровью и так далее, он просто возрастает уже в 14 лет, и для него автомат это то же самое, как для нас было мороженое в кафе Гугуцци. Понимаете? И это надо кардинально менять. И сегодня не нужно стесняться, я не занимаюсь пропагандой Советского Союза, но не нужно стесняться брать хорошее из прошлого, в том числе и Советского Союза. Когда Финляндия полностью скопировала, Финляндия и Европейское государство, Финляндия скопировала полностью систему советского образования, где дети учатся 8 и 10 лет. У нас думают, если учатся 12-13, значит будут самыми умными. Не всегда то, что сложно, не всегда то, что сложно, это хорошо. Они взяли, придумали детью, тему, давайте запретим детям списывать, они заходят как в аэропорт в Америке, через эти рамки, видеокамеры и так далее. Видеокамеры пусть ставят у себя в правительстве, там, где они считают деньги после работы, выручки, сзади. А не надо, не так же, как я не стеснялся. Я, например, тоже списывал. И списывали все нормальные люди, списывать это тоже талант. Сегодня детям списывать нельзя, они всю жизнь списывали, и сегодня творчесники руководят страной, и детям списывать нельзя. списывать должны те, кто могут. Это тоже демократия, если они говорят, что у нас это демократия. А у кого у них дела за это? Можно вопрос, господин Александр? Несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, всеми существующих партий вы готовы объединиться в преддверии выборов? Один вопрос. Все очень просто. Я не договорила, извините. Второй вопрос. Ваше отношение к партии Шеледов и к их деятельности? И еще, еще третий вопрос. Я из города Маркулешты. Значит, сегодня 16 августа, начался охотничий сезон. Вот такой вопрос. Имеет ли право охотиться в черте города? Все. Спасибо. Мы с пяти часов сегодня не спим. Вы знаете, у нас сегодня даже уже инкассаторов расстреливают в центре Кишинева, а вы говорите про охоту. Вот сегодня у нас, к сожалению огромную, у нас сегодня кому-то все можно. Естественно, я сам охотник, и я знаю, что это такое, но охотиться в черте города, я про такое, если честно, первый раз слышу. про коалицию. Сегодня, после выборов, я заявляю со всей ответственностью, что мы никогда не сделаем коалицию с партиями, которой руководит Филат, с партией, которой руководит Плохотнюк, потому что сегодня, не исключив этих двух человек из молдавской, из молдавской реальности, в стране ничего поменять невозможно. Это два человека, которые контролируют страну. Сегодня, мы не против делать коалицию после выборов с партией коммунистов. Но перед этим, надо Владимиру Николаевичу Воронину вручить букет цветов и двухкассетный магнитофон и отправить его в Карлово Варо. Можно оставить ему 2-3 миллиона долларов из всех денег, которые у него есть, чтобы он не говорил, что остался без денег на старости лет. Сегодня я готов голосовать в парламенте даже с ГИМПу, про которого я всегда говорю, что ему надо вести кружок умелой руки в Костюженах в больнице, ну, чаще всего. Но если ГИМПу, если ГИМПу предложат какой-то закон, его юристы, например, придумают что-то, что не придумали мои юристы, а благодаря этому закону изменится жизнь пенсионеров, учителей, неважно кого, да, изменится жизнь людей к лучшему, то я буду голосовать даже с ГИМПу за этот закон, потому что этот закон для людей. Сегодня во многих партиях есть нормальные депутаты, их очень много в партии коммунистов, очень много. Их меньше всего в партии демократов и либерал-демократов. Но сегодня есть люди, которые готовы, поверьте мне, менять что-то в этой стране, но они не могут менять, потому что там руководят, руководят по принципу стадо овец. Как пришли им сказали проголосовать вечером, так они на следующий день голосуют. Поэтому, не исключив конкретно двух человек, которых я назвал, Филата и Плохотнюка, и не сместив Владимира Николаевича в родину с председателя компартии, там подрастающего, с подрастающим поколением все в порядке. Пусть Владимир Николаевич отдохнет, он все равно не успеет потратить то, что он нажил. И сегодня, когда кризис с фермерами в районах, поверьте мне, у Филата, Плохотнюка, у Воронина денег, кстати, в швейцарских, австрийских и американских банках, столько, что они могут скупать молдавские яблоки и виноград в течение пяти лет. Понимаете? И они этого, к сожалению, не делают. Если бы за эти сотни миллионов долларов, которые крадутся каждый год, построился бы, реконструировался бы санаторий в Кагуле, построили бы два кардиологических центра, один, например, в центре, второй на севере Молдавии, что-то бы делалось в стране, поверьте мне, люди бы меньше возмущались. Но сегодня вы видите, что ничего не меняется, поэтому надо решить вопрос с этими товарищами. На тему вы спросили про партию Шелина. Я Виктора знаю много лет, так же, как, к сожалению, знакомый с Филатом с 2009 года. Я его консультировал по вопросам взаимоотношения с Россией хоть много лет. С 2006 года я знаю Плохотнюка, Воронина я знаю несколько раньше. Вы знаете, сегодня я готов двигаться с теми партиями, которые будут выходить к людям и спрашивать люди, куда вы хотите? В таможенный союз, в Европейский союз. Люди, какие у вас проблемы? Не то, что вас ставят перед фактом в парламенте или не то, что вы видите в телевизионных репортажах, что правительство решило то, правительство решило это. И вообще у нас ежегодно со многими странами, в том числе с Россией, чтобы вы понимали, за последние 15 лет было подписано около 200 договоров о сотрудничестве, взаимопомощи и так далее, и так далее. Это сегодня не работает. Это фиктивные договора для того, чтобы премьер-министр или президент прилетел в аэропорт и вам вечером по всей стране прайм и месседжер показывает. Я-то, пришедители републики Молдова, А-17, Чинча Кордур, Дикола Бурари, Феричири, Унириш, Майнушичи. Реально, это договора, которые не работают. Сегодня все проблемы, которые мы имеем с Россией, а я знаю, как решить эти проблемы. Вы знаете, русские не так много хотят. Они хотят, чтобы пришел кто-то, кто за последние 13 лет перестанет их обманывать. Русские не просят. У них нет каких-либо задач. И вот эти все спекуляции насчет вмешательства российского руководства в молдавские дела, это чистая спекуляция, полная враньев. Вспомните за 4 года сколько было поездок первых лиц Соединенных Штатов Америки, 18 министров иностранных дел стран Евросоюза, а из России прилетел Ладья Росрогозин и то показывали, устроили скандал на целый месяц. Поэтому сегодня русским нужно перестать врать. Сегодня к ним нужно прийти с четкой позицией. Сегодня для того, чтобы выстроить с ними отношения, не нужно кричать про таможенный союз. Поверьте мне, сегодня, если Молдова сохранит статус нейтрального государства, с ними можно договориться о том, чтобы газ стоил 250 долларов. Сегодня наша задача, чтобы я мог выйти через полгода после выборов к вам и сказать, что в результате таких-то переговоров было достигнуто следующее, что вместо трех тысяч лей за отопление зимой люди начали платить 1800. И тогда про европейский, про румынский, про российский электорат, чтобы люди увидели, что пришла команда, которая начала в стране что-то кардинально менять. Это наша главная задача, и поверьте, мы с этим справимся. Если партия Шелина, вы про него спрашивали, я вам не ответил до конца, если они пройдут парламент, мы с ними будем разговаривать. Продолжение следует... на основном, на основном, что солнечные люди были подземцы, чтобы у вас подземцы, Модоба, я хочу спросить, что вы сказали, где вы получите деньги? Мы хорошо знаем, что Модоба нет ничего, когда на пыль и на пыль нет ничего. Где вы получите деньги? И мы будем спрашивать, что вы получите ответы на вопросы, чтобы вы не спросите. Спасибо. Вопросы на ответы на вас. Вопросы на ответы на вас. Да. Я вам привожу один единственный пример, где взять деньги. Астас, например, Република Молдова. Проченти, Петруда Турии, Екстермия, Пекариной, Гуавиан. Проченти, Петра Турии, Екстермия, Гуавиан, Гуавиан, Гуавиан. Република Молдова, Гуавиан. но у нас нету выхода к черному морю хотя бы у нас нету нефти у нас нету полезных ископаемых которые мы могли бы продавать но ажаком агурбит шидисприт унили моменты легаги идея трепуту советик ажанами да и че аналий обзи шиву не гусит република молдова экспорта сегодня нету системы и нету четкого контроля об управлении страной креденцы маханстас пьяка и бидесла телевизору сотую одну дипутат в детстве мебри губернулий двумястры кунаште с тата луне ауди ухими третий патрон есть при контрабанда диспертикарни ги цигарь шалтии простейка экзиста сегодня сотни миллионов долларов не попадают в бюджет для тэта клануя париры дыро компонтируем это предварительные гидроги царя начинка вот например воруна плане вы чтите на ной сентенту и что астаз по не фас регов thighs пену патурарь который не уволит упорщикает по тэду ли патуре шеи vestер и росту регулятор дейтона с фейни шодата что мы департеда заскутаем 20 дали ци действуеты китерево троим Если мы решим проблемы с средним техническим образованием, мы должны показать инвесторам, что в Молдове есть десятки тысяч квалифицированных рабочих. Но и остальные ремонтарные кредитные проекты Републики Молдова. И когда мы дошли до рабочих, квалифицированных рабочих мы просто не нашли. А если вы сегодня в течение, после Пасхи, мая, июня, июля заедете в любое село, там нет ни одного рабочего, то у меня есть аппликаты в пистихотаре. Я только требую господарю в прямом разе. Да, июням фост нешодатый, доктор инэкономии, пасхом сечер. Нам абсолютно был в факультете делимшую литературу строения, как требует сфилкатарий, профессор делим английский, лимба франчеза. Да, да, камажусь его специалисты в калиферате, шуму малав, да, деценой был один, чей мой был компанией легатый калиферате в Федерации Русс, а пор нету дела зеро. Я прошу вас при меня выслушать. Я очень благодарна вам за то, что вы сюда приехали. И благодарна вам за то, что вы трезво мыслите. Потому что действительно мало кто так серьезно и смело высказит свое мнение. И мало кто пойдет и встанет на ноги. И я знаю, что вы уехали в Москву, работая гастарбайтером. Вы из семьи учителей. Я тоже из семьи учителей. Мне 39 лет. Меня зовут Елена. Я учитель начальных классов, которая не работает по профессии, у которой погиб муж 10,5 лет назад. Ушли родители с жизнью, у которой нет ни брата, ни сестры родных. Нет жилья. И нет пособия на детей в этой стране. По праву того, что я вяжу разные работы крючком и салфетки, продаю на рынке, я не имею права ни на что. Как мне в этой ситуации жить? Я поднимаю троих детей. Сыну 15 лет. Он работает за 50 лет в день и три плацинты на стройке. Перетаскивает разные фортаны и различные стройматериалы. Я знаю, что вы ответите как-то, но я прошу вас, помогите нам в этом положении. Потому что нет родных, нет никого больше. И таким образом мы продвинемся дальше. Мне кажется, наш пример будет для других еще сильнее. Вы знаете, я, конечно, не министр труда и социальной защиты. И вы сейчас говорите о том, что заставило меня, в принципе, вернуться домой. Я об этом говорил в самом начале. Потому что все начиналось 4-5 лет назад с проблем моих родственников. Потом это были мои соседи, потом это были жители Фалеш. И сегодня я по возможности пытаюсь помочь многим людям. Но также я вам откровенно говорю, что у меня нет сегодня денег, чтобы решить проблему всех граждан страны. Я об этом вам честно говорю. Я сегодня для того и приехал, чтобы попытаться кардинально поменять то, что происходит в стране. Потому что эти проблемы по-другому никогда не закончатся. Я могу вам пообещать одно. Я, если есть ваши документы в офисе, у ребят в Фалешках, я их посмотрю, связанно с помощью. Это обсуждать в микрофоне сейчас не буду. Но задача сегодня наша, я вам хочу прийти к власти. Раз. Разобраться со всем тем, что происходит в стране 2 и 3. И чтобы я в кратчайшие сроки смог бы приехать к вам и во все остальные районные республики Молдова. Чтобы таких вопросов, которые вы сегодня мне задаете. И здесь я не могу себя ни в чем винить, потому что я не виноват в том, что вся страна оказалась в такой ситуации. Но я сделаю все для того, чтобы такие вопросы не задавались. А для того, чтобы у нас был успех в следующем предвыборном кампании. Я уверен, что мы сейчас, есть опросы, несмотря на все эти запреты, нерегистрации нашей партии. Мы сегодня на выборах наберем не менее 10% и мы заблокируем работу парламента. Хотя я не удивлюсь, если мы наберем 15-18%. Но, но... У меня откажет парламента. Я из Бельской мэрии. От всех. Сегодня я вам могу сказать одно, что я сделаю все, чтобы к выборам 2018 года я мог бы вот так же свободно, открыто приходить на встречи к вам и к жителям всех районов Молдавии. А самое главное, поверьте мне, когда люди увидят, что мы реально решаем вопросы, то после этого филат с плохотником могут раздавать не пакетный средств, а черную икру. Потому что люди все равно за нас будут голосовать, как черную икру, пусть берут на бутерброды. Но люди сами правильно сделают свой выбор. Я сегодня не иду по позиции, что вот есть только мы на свете и все. Вы сами сделайте свой выбор. И поверьте мне, сегодня в списке Министерства юстиции есть около 40 партий. Выбирайте любую из них. То есть я... Самое главное, что если что-то произойдет не по моей вине, я потом, поверьте мне, выйду к вам с телеобращением, буду приглашать вас каждый год на храм города Фалешта. Возможно, буду вынужден уехать туда, откуда я вернулся. Самое главное, чтобы я не ввел себя в то, что я не попытался даже развалить всю эту кулатрию, кулинарию, которая создана в Молдаме за 20 лет. Жена, скажи, чтобы никого не посадишь. Знаешь, за чего? Посадить сам и лицо. Посадить не надо ни одного человека. Вот они воруют для детей. Правильно? Пускай их дети, внуки будут рассчитываться. Если Воронин своровал 4 миллиарда. Пускай внуки, он же не для нас своровал. Правильно? Уважаемый вопрос, Воронин. Заодно сначала паечки расходил. Одному начальнику дали возможность, дали машину, дали кабинет, дали все. Но сказали, если ты, допустим, через год не поднимешь наше предприятие на 10%, вот тебе пистолет с одним патроном. Вы вот это, за что вы сейчас говорите, вы можете подушевить, потому что мы надеемся на вас. Единственная надежда. Вы помните одну вещь. Я, мне нет смысла, как человеку, который сделал себя сам, потому что, поверьте, когда я в туфлях, прошитыми леской, уехал в Москву в 2004 году, меня там никто не ждал. Я по крупицам складывал все то, что есть у меня сегодня. И те контакты, те связи, тот авторитет, который у меня есть, взять и в один день запачкать за счет того, что я не выполнил то или иное обещание перед вами. Вы поймите, у меня родители учителя. И мне ехать к себе домой в родной деревне, чтобы на заборах писали Ренат Усатый Би-Би-Би, ну, вы понимаете, про что я говорю, то лучше я на самом деле не доживу до этого дня. Понимаете? Я сделаю все возможное и невозможное. И я могу вас уверить, что я вас не разочарую. А те чиновники, которые будут работать в молдавском правительстве, чтобы мы потом не слышали, через 4 года, новосу пора слону и мусу принять мое вене вводим по твое. Я готов даже вести, и это, кстати, была позиция, вот женщина спрашивала про, говорила про партию Шелина, по-моему, они выходили с такой инициативой, она мне понравилась. Я не стесняюсь копировать хорошие вещи у других партий, что чиновники должны, против людей, которые руководили страной, и экономические показатели в стране снизились за время этих руководителей, против них нужно возбуждать уголовные дела, и это будет честно. То есть это моя позиция, и я считаю, это абсолютно неправильно. Нет, это правильно. Сегодня, послушайте, вот сегодня что они делают? Они боруют, у них всех есть гражданство, Румынска, Российская, Украинская. Они потом уезжают из страны, живут в той стране и не возвращаются. Все люди, которые руководят Молдавией, должны иметь только гражданство Республики Молдова. У меня есть российское гражданство, помимо Молдавства. Если я стану одним из руководителей страны, первое, что я сделаю, я откажусь от второго гражданства, потому что не имеют права руководители, члены правительства, конституционный суд, депутаты парламента иметь второе гражданство. Они потом, перейдя через ПРУ, знают, что Румыния своих граждан не выдает, и человек просто не боится быть наказан. Они сейчас кейки переведут. Скажите, пожалуйста, как и в какие сроки вы думаете убрать жиновников Республики Молдова? Это должно быть очень быстро. Людей не интересует 4, 8 или 5. Вы правильно говорите. Сегодня для того, чтобы сдвинуть ситуацию в стране с того, что мы имеем сегодня, полгода достаточно для того, чтобы сделать полный пик. Нужно вывести за штат всех судей, всех работников силовых структур. Потому что реформы нужно начинать с реформы в силовых структурах. Когда будет четкая, координированная работа силовых структур, тогда можно говорить уже про порядок. Госпредприятия, госкорпорации и так далее. Я считаю, что через полгода, как реальные действия вы увидите через месяц, но результат реально будет ощутим через полгода. И я считаю, что каждое правительство должно показывать план действий не на 4 года, а на год. Он должен через год вам показать, что сделал из того, что вам обещал. И через год, если оно не справилось, первый год, зачем ему доверять еще 3? Оно должно уйти в отставку. Причем, чтобы люди это не требовали, сам вышел, сказал, «Москаза, с вами не будет». Не рассчитал свои возможности. И через год должен уйти сам. Они держатся у нас за место до последнего. Даже после того, как уходят с той или иной должности, чтобы сохранить тот или иной бизнес, который они контролируют. Потому что сегодня все знают, у министров зарплата 10 тысяч лет, а зарабатывает он в месяц миллион долларов. Очень интересная экономика. Я буду привозить иностранцев, если понадобится, посажу министра экономики, гражданина Швейцарии, которому буду платить 50 тысяч евро в месяц зарплату из своих денег, зато он не будет воровать в месяц миллион долларов. Если мы посчитаем в конце, что лучше, 600 тысяч евро в год официально платить человек. Вот почему я у себя в компании, почему у меня в компании средняя зарплата у работников 10 тысяч долларов. Потому что надо быть идиотом, иметь зарплату 120 тысяч долларов в год, какой-то соцпакет помимо зарплаты, еще что-то воровать. Поэтому у меня там все как в аптеке, я не знаю слова, проверка, внеплановые приезды туда и так далее. Я езжу к ним раз в год делать для них корпоратив, устраивать. Вот это все. Господин Усатый, спасибо большое, мы ждем полгода. До свидания. Пожелания, пожелания. Здравствуйте. Слушайте, мне очень понравилось ваша позиция насчет воров в законе, который находится во власти. Я бы хотел узнать не только я, а весь народ. Как вы собираетесь бороться с руманизацией нашей страны? У нас единственная страна, где преподаются во всех учебных заведениях язык соседнего государства, история соседнего государства, у нас судьи конституционного суда имеют двойное гражданство. Нас интересует, чью конституцию, какого государства они представляют. Вы собираетесь ли вы делать референдум с вопросом, чьи не сэндемы, чьи ли мы борьбим, чтобы разве нас всегда поставить точку. Очень хорошая идея. Извините за наглость. Она появилась недели три назад на тему референдума. Чтобы не было спекуляций, они же сегодня, когда я проводил несколько опросов общественного мнения, я смотрю, я находился в Германии две недели назад, на одном из европейских каналов я увидел, что в Молдавии 54% граждан считают себя руманами. Я просто упал. То есть это идет пропаганда, людям никто не показывает реальные показатели. Да, у нас есть в стране сегодня 6% граждан, корреспон, но не консидерам румын. Я считаю себя молдаванином и патриотом этой страны. Я говорю на молдавском языке. Я считаю, что Молдова как государство было, есть и будет. Сегодня тот бардак, что они устроили, закрываются русские школы, чтобы ребенок, то есть фактически родители заставляют отдавать детей в молдавскую школу, потому что она ближе к дому. Русская школа там находится в 4 километрах от дома. Это полный беспредел. И сегодня, если в том или ином районе, особенно на севере Молдавии, это проблема с русскими школами, если надо, не нужно создавать конфликт в обществе. Нужно добавить 12 школ русских. Давайте добавим. Если нужно в Умгенах 3 румынских лицея, их не хватает. Хорошо, давайте откроем 3 румынских лицея. Но закрывать русские школы... Я был молдаванин, но я учился в русской школе. В Полешках тогда не было молдавской школы, в поселок Сальзалоте именно, где я вырос. И да, это проблема. Поэтому у людей должен быть равноценный выбор. Иметь доступную молдавскую школу, доступную русскую. А ребенок, его родители сами решат, в какую школу они хотят идти учиться. На тему руманизации страны, унионизма и всего вот этого бардака, который сегодня происходит, это то же самое, что произошло, что вы знали, в Украине, на Майдане. Ведь Майдан фактически был создан из идиотов, пьяниц, преступников, ну такое быдло, которым платили деньги в американском посольстве, учились заправлять молотовые коктейли и так далее. Там не было интеллигенции. Интеллигенция пришла потом. И для того, чтобы сегодня никто не посягался на наш суверенитет, не важно, какого государства люди посягаются, да? Нужно просто сразу принимать правильные решения. И сегодня я вам ответственно заявляю, что и по борьбе с преступностью, и по борьбе с этими проходимцами, которые здесь толкают ту или иную политику, которые сегодня пытаются сделать все для того, чтобы в Молдове перестала существовать молдавская митрополя, а осталась только митрополя Бессарапии. То есть эти все американские и румынские шучки-дрючки, они известны, и просто нужно жестко на это отвечать, понимаете? Сегодня для борьбы с преступностью, зачем людям рассказывать три года про преступность в стране? Сегодня при задержании в том или ином районе, вот этих негодяев, одни, которые пытают женщин утюгами по домам, вторые, которые сегодня грабят страну, вспомнили 92-е годы, сегодня при задержании пять человек отправить в реанимацию еще лучше на кладбище, вот это лучший показатель борьбы с преступностью. Сегодня, чем рассказывать про борьбу с наркотиками, в реанимации будут находиться, и все телекамеры страны будут показывать, как в реанимации оказалось 2-3-4 наркодилеров. И поверьте мне, они будут очень серьезно думать о том, чтобы создавать сетку по наркотикам в университетах, школах, как они есть. Буна и джон. Я сын Буника, купила шостака, назвал пару-треяшек. Моя диски, сколько ты бушев? Бушев. А пошла парламент. Дома-усад и у Рамаха-бускишока доказывают так. Я спорим о лимбешуарах, нас, умолочили все люди. А я спорим информация, как они едят мной. Никто не грел. Моя мина, нас, имру, ульки, маршанцы. Рас, имру, алкарды. Но я на время умеет разобрать, что так манили. И он целех. Я тут, я тут, вас помню действительно, Дома-уастры, киоану, дежам, миди, чели, лакарин, урюшевский. Я смогу и куче, вот спорт сажу конкрет, ка-зу ли как дни, Дома-уастры, шо вот состояние города, вы почетите ременом, от вами ряку. У нас дела. А ну, помните, разумею. Я всем возглавил. Баба-тунник, я принял, нефть, пьеси, циан, кучу, шуты, две фигели. Компас, цей, хаши. Ну, и мы под, сморисполно, часто отребали, к двумя, трештые сфорты, билихо, начастые ситуации, с сафлы, тридцать, зажим, патру, дежды, причиняти, демвами, дитета, република, лаудроа. И вожи, ка шанс путь, было, еще ку, к ну, пы, дем, пащи, астас, абсул, демварище, че, корисы, благгувернари, нау, дарился, даем нам, пособилитати, си, ку, траспет, тоати, проблеме, партикуларе, латоцвам, не каесел, 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 я, мажю, я, тазбани, кария, молнар, я, каэллэс, че, требу, петро, активитати, лау, фичу, ла, паренц, каэрест, тазбани, этого, лау, ажи, гау, гау, судьбе, для того, что сняли, с кем, этот радикал, че, мансары, дадутся, поправить, тверсть, пенсии, трейл, лау, деду, посередине, на потери пенсии, после этого, не делая, астанцы, лакер, баспунги, еще не, двумя, астри, каэр, каэр, баспу, штос, панамуду, зиждай, дай, постарайся, в прочайшие сроки, решить ту или иную проблему, да, с васпу, щи, с пащи, с кумплес, дунь и вастры, кузоц, дунь и вастры, азва, пупец, лау, фич, дурбан, в мире, и он, лу, ажи, торгий, партия, мя, с банк, коль, помшо, бенит, поймите правильную вещь, вот, ребята, с Хворежского улица, сказали, в Маркулешных, или где там, многоэтажный дом, затапливают, в городе, да, вот, в Хворежных дом, который протекает, ребята, не знаю, сказали, вот, я передал там 50 тысяч лей на ремонт крыши этого дома, но я не могу отремонтировать все крыши в Хворежных, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, не из-за того, что я не хочу там, где я вижу совсем большая проблема, я пытаюсь решать, поэтому, говорить о том, что я решу все проблемы сегодня, и решу их даже через месяц, извините, к сожалению, не могу. В России. В России. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажут, Ренат, хай, бать, хапу, я ест иду в министерии, что моему куску у них дисциплиной не верь. Это у них точно не пройдет. Я лучше с высоко поднятой головой уйду в оппозицию, когда уже они нам не смогут отключать телевидение. Вы все будете видеть эти заседания парламента. И самое главное, чего я хочу добиться, даже если мы будем в оппозиции, чтобы мы решали вопрос. А люди потом сами сделают свои выводы. Все очень просто. Еще один вопрос. Какие изменения у нас в государстве, которые были в банковской системе? В банковской системе. Знаете, банковская система это самая проблема. Часть активов, которые, кстати, раньше тоже принадлежали государству, и сегодня они у нас все в частных руках. Заметьте, что у нас все бывшие прибыли госпредприятия, почему-то потом по телевизору становятся неприбылими, а потом они приватизируются. У меня вопрос к господину Филату. Зачем он приватизировал банк и диэкономию, если он говорил, что там все так плохо? Вы же знаете, что во всех госпредприятиях делается, чтобы было плохо, для того, чтобы это дешево потом забрать у государства и дорого продать. Сегодня банки, основная часть, имитируют реальную помощь гражданам Молдовы. Сегодня пойдите в любой банк, вот вы видите рекламные счеты, там кредит, там 8% годовых валюте, там с минимальным пакетом документов. Когда вы заходите в банк, вы понимаете, что это 8% превращается в 20%, плюс у вас еще просят залог, который оценивает максимум 40%. Зато они берут какие-нибудь районы в Унгенах, Полежках, Дадюшанах, квартиры, которые стоят 10-15 тысяч евро, они ее ставят в залог за 2 миллиона лет, когда выдают кредиты себе. Поэтому, поверьте, там не нужно очень много реформ банковской сфере. Банковской сфере нужно публично разобраться с руководством Нацбанка, потому что, поверьте мне, все, что происходит в банках, вот, например, последняя история с пульсом евро. Когда вы видели, что евро у нас очень долго держалось, 16 лет, для чего это делается? Люди взяли, скупили евро по 16 лет, искусственно завысили через Нацбанк, сделали его 19 лет, сдали эти евро, заработали по 3 лет на 1 евро. То есть, по этой схеме они зарабатывают примерно 40-50 миллионов долларов в месяц. Там никто не думает, как выдавать кредиты фермерам и хозяйствам, которые, скажем так, пострадали от эмбарга. Как выдать реальный кредит и сделать реальным доступным жильем для молодой семьи, когда она, например, устраивается на работу врачом, а он устраивается там программистом в какой-нибудь компании. Таких реально работающих программ у нас в стране нет. Я не могу назвать себя специалистом банковской отрасли, хотя многие спекулируют в интернете, называют меня банкиром, привязывают к истории с универсалбанком. Я не был никогда владельцем банка ни на одну секунду. Но сегодня у меня есть команда, и я даже готов привлечь специалистов из-за границы для того, чтобы построить правильную систему, которая бы решала проблему всех граждан страны. Не важно, это получение кредита на доступное жилье или там субсидирование того или иного производства. Скажите, пожалуйста, если вы придете к власти, экспроприацию, где вы в первую часть разведите? Интересный вопрос. Я боюсь, что я не смогу вам ответить сейчас конкретно на этот вопрос. Знаете, из-за чего? Из-за того, что у нас сегодня и так очень много проблем. Если я сейчас в микрофон и в странствляции в интернет отвечу правду на этот вопрос, то я боюсь, что мне либо надо пересагиваться на броневик завтра, либо увеличить пять раз охрану. Хотя у меня охрана не от простых людей, а от этих негодяев, которые руководят страной. Понимаете, я никогда не боялся людей. Поэтому этот вопрос довольно-таки деликатный. И это один из тех вопросов, на которые мы будем отвечать поступками, а не сегодняшними разговорами. Но я уверен, что вы будете довольны. Я вырос в этой... Да, где-то, зачем я крыску такого? Пикапланова. Я не дистрирую. Вы мне не научились. Пикапланова. Как я не делал, я не делал. Все, ну, как я делал крыску, тут, я стоял вошел и было не на них. Я говорю, что вы δεν живете. Доброе утро! Доброе утро! А вы, Андрей, вы сказали, что это зашло? Как он падает на поле? Ну, вот, я думаю, что это зашло. Мы не упородь к Йоанску или затрону. Это как типа в газете, я понимаю. Можете зашло? Ну, у нас снова спрашивали. Был в виду под Распут Петру Актимунили, губернули, планы к промесиунили там, как был стар стал бениш. Своим спрашивали еще, но в Ауданбане, когда был с вами промеси, он был в виду под Распут Петру Актимунили, что вы спрашивали? Время, когда вы спрашивали, вы не могли бы зашло? Я думаю, что это не было. Ну, я думаю, что это зашло. Ну, я думаю, что это зашло. Как дела от Распут Петру Актимунили, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, в Афганистане, у меня к вам такой вопрос. Судя по настроению всех граждан, я имею в виду порядок, вы выходите с Ворониной на первое, на второе место, независимо, кто из вас будет первый или второй. Судя по настроению людей. С кем бы вы смогли сделать альянс? Кроме Воронина, может быть, еще кто-то там есть, ну, с Филата я не беру, а там особо не с кем. Там, если посчитать, у нас есть Федор Федорович Герку, Миша справа, как я ему говорю, есть Плохотнёк, есть Филат, есть Воронин. У нас не так много партийных выборов. Я говорю, что я сегодня нахожусь в хороших отношениях со многими депутатами из партии коммунистов. Сегодня для того, чтобы они могли решать вопросы, сегодня их нужно освободить от Владимира Николаевича Воронина, который вечером говорит, что делать. Я не имею в виду именно Воронина, а коммунистов и вашу партию. С коммунистами, послушайте, я готов двигаться со всеми депутатами, которые реально готовы засучить рукава работать раз, и два, отвечать за все то, что вам обещается, и за все те проекты, которые нужно реализовать. Понимаете? Это главное. То, что я не буду никогда делать, делать Альянс Филатова с Плохотником и Ворониным, я об этом говорил. Три человека, которых, я считаю, нужно исключить из молдавской политики, для того, чтобы люди могли принимать реальные решения. Рина, маленькое просто объяснение. Вот, например, вам задали вопрос о деньгах. Откуда вы возьмете деньги? Объясните. Министр внутренних дел, министерством финансов было доказано, что напрямую было изъято 14 миллионов 600 тысяч, и 800 миллионов рублей были, неизвестно куда делятся. Вот вам деньги, которые нужны для вот этих, которые здесь плачут. Потому что люди действительно сегодня живут в нищете, вы это прекрасно знаете. И еще один момент. Вы знаете, что из нас, мы очень плодовитый район, мы подарили республике три президента. Мне пришлось, когда открывали в новом микрорайоне Копланово церковь, я обратилась к нашим бывшим президентам и к парламенту с просьбой помочь в оказании помощи на строительство этой церкви. Мне никто даже не ответил. 46 писем было отправлено депутатам, никто, к сожалению, не ответил. Она на стадии строительства? Да. Она на стадии строительства? Значит, я вот коверю туда. Вот 50 тысяч лет там на ремонт крыши дома, партнеркона. Да. И 50 тысяч лет сегодня передам вам на... Спасибо огромное. Еще, Елена, еще другая проблема у нас. Я несколько раз была на утренниках наших инвалидов района детей. Так. Я первый раз, когда попала туда, я три дня не ела просто от того, что глядя на все это... Это дом инвалидов? Да, да, детский инвалид. Сколько детей там? 76 вообще будут числиться, но нам посещают, не могут посещать, потому что они находятся в районе. Вы там работаете или там бываете? Я там бываю очень часто, я с ними просто в контакте, и для меня это очень полезно. Значит, это единственный детский дом? Да, да, да. То есть 50 тысяч лет сегодня туда же передам? Спасибо огромное. Спасибо. Значит, подойдите, пожалуйста. Мне просто не нужны контакты. Есть. После директора, ну с кем связаться просто. Обязательно. Да, еще хотела только единственное... Я закончу эту штуку. Я только хотела еще сказать, что я обратилась к нашему президенту, к нашему нынешнему. У нас нет президента. Но, однако же, он числится... Самый... По документам есть. А когда он выходит... Ренат... Семеновича Татьяна, как я сама спорю, как она часто видит у вас... Выходит, он иногда говорит о том, что это угроза национальной безопасности. Это все, что он умеет. Дело в том, что просто я хочу объясниться еще такому... Я его задерживаю, наверное. Мой муж с ним заканчивал университет. И я, будучи на правах... Как бы это вот... Обратилась к нему за помощью для вот этого детского дома инвалидов. Мы просили немного. Мы просили, чем он может помочь. Знаете, что... Он себе не может помочь. А вы просите у человека, помочь кому-то. Я хочу сказать людям, что когда будут идти курном голосовать, чтобы они все-таки обдуманно шли и голосовали за тех, кого мы считаем нужным у власти. Я очень хочу, чтобы вы, сыночка, победили. Спасибо. После того, как закончим контакты детского дома, чтобы мы сегодня закрыли эти все вопросы, чтобы не получилось, что усатый приехал, обещал уехать. Сегодня, значит, закрываем вопросы и с церковью, и с детским домом, и вот с ремонтом крыши там, где обещали. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Хотела сказать вам всех вопросов. Поблагодарить вас, во-первых, за то, что вы к нам пришли, за то, что вы есть, вы нашли надежду на будущее. И вот хотела вас спросить, если вы будете в власти, что вы сделаете для нашего народа? Я знаю эту проблему. Я знаю, что на прошлых выборах вас пытались объединить, сделали с зелеными. Да, да, да. Потом вам обещали, цыгане, то сказали, вот я за пресс-леден Парша партии. Потом вам всем рассказывали, все политики, что Будулай один из лучших фильмов в их жизни. Эти все истории я видел. Вы знаете, сегодня я не хочу делить людей в стране по принципу. Что у нас произошло? Нет, это не происходит людей. Просто я говорю, что это проблема, и она существует. Нет, это правда. Мы не пытались открыть дверь. Нам указывают на то, что мы цыгане. Мы должны что-то дать за это. Болиться. Не имеет значения. Вы понимаете, у меня мать. Деньги берут сегодня у всех. И сегодня первое, что я сделаю, почему я говорю о том, что наша партия не левая, не правая, не центральная. Я говорю о том, что наша партия – это партия, которая объединяет всех граждан страны, которым не безразлично, что здесь происходит. Мы тоже. Потому что сегодня я ненавижу, когда слышу аиштас Румынь, аиштас Русские оккупанты, а вот эти молдаване и царане. Вот за эти слова я буду наказывать уголовно. Сегодня я не хочу. Ну, надеюсь. Я не хочу в этой стране делить людей на цыган, молдаван, русских, гагаузов, болгар. Мы многонациональная страна. Не можно стесняться того языка, на котором ты говоришь. Вот журналисты приходят. Он мусатый. В Ремзваде мутрибарит. Либо Румына. Ну, у вас ремонтрибация Румына и Евразпулю Молдовняска. Какие проблемы? Да. Я не знаю, что все понимают друг другу. Да, ну, да. Мы говорили о деторождаемости. Она у нас очень большая, следует цыган. Но им никто не помогает. В отличие от того, что мы не помогали, у них забирают даже то, что есть. Что, то, что я дала? Нет. Ну, мы говорили, что деторождаемость должна быть. Не, правильно. Правильно? Но это же не касается только вас. Нет. Это я сказал, что за первого ребенка в стране нужно давать 10 тысяч лей, за второго 25. Когда у вас, я знаю, что вы вообще работать не будете? Ну, у нас проблема такая. Она у нас не так большая. Да. Не, я понимаю. Просто я знаю, что если за третьего ребенка будут давать не больше 50 тысяч лей, то я понимаю, что ваши все работать не будут. Это я уже прямо понял. Нет, они будут. В хорошем смысле. Нет, в хорошем смысле. Я поняла. Еще вопрос, можно? Да, конечно. Я живу со своей матерью. Она у меня практически, как ни говори, но ее группу еще пока не сделали, даже не сделают, наверное. Но это так не будет. Мы живем на то, что она получает. 510 миллионов месяцев. Я и она. Я на работу никуда не могу. Потому что я ее не могу оставить просто. Уехать куда-нибудь я тоже не могу. Потому что я не могу. Мать это святое. И я думаю, что многие согласятся со мной. Вот мы должны жить на эти 510 лей. Плюс то, что я работаю еще у кого-то там реализатора. 20-30 лей в день. Если попадается. Если нет, то возвращаюсь домой. В этой ситуации, к сожалению, 60-70% людей в стране. Это очень тяжелая ситуация. Мы будем что-то двигать. Но сегодня шагом есть. Извините. Я не... Как? Я, может быть, виноват в том, что я не приехал. На 4 года из Москвы раньше уже где-то человек 200-300 сидели. Вы понимаете. То есть в этом может быть момент. Спасибо. Сейчас. Коля. Скажите, в городе детская площадка есть? Нет. 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 Где Коля? Нет. 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 Кто вы есть там у нас, то, что вы заказываете на зону? Значит, раз я уже у вас оказался, чтобы как-то детей не обойти стороной. Значит, максимум в течение 3-4-х недель мы установим с Примарией надо будет согласовать место. Мы установим красивую, большую детскую площадку с горками, качелями... АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, Примария с местом нам не откажет. У нас есть такие районы, где нам Примария не разрешает ставить. Я говорю, я тебя поздравляю. Я думаю, в слове, как отнесутся с пониманием. Если нету готовой, заказывай, чтобы через 3-4 недели была. Это качели с горками, качели советские, разные. Ну, то есть красивый детский игровой комплекс, я думаю, подойдет. Я просто ездил по городу, не видел сегодня. То есть то, что можем, решаем сегодня, что нет, извините. Рената, добрый день. Рената, ты мне скажешь, умой с нашими больницами. Да, мне рад. А на то, что мне пошло. Значит, вы знаете, я слышал про то, что европейцы выделили деньги на новую европейскую тюрьму. Я думаю, что в существующих больницах надо делать тюрьмы, а на те деньги строят новые больницы. Потому что ремонтировать то, что есть сегодня... Рената, у меня мама вчера легла в больницу. Она пенсионерка, у нее сахарная диабет. У нее давление, ты понимаешь? И 150 линь она за лекарства дает. Куда отливаются все эти лекарства? Пока деньги не дашь? Я... Это позиция. Сегодня нельзя. Я верить, я даже не обвиняю врачей сегодня, которые берут деньги. Потому что врачи и учителя, которые берут деньги, они берут из-за того, что либо зимой замерзать, либо не во что у детей, либо у них пустое холодильник. Понимаете? Поэтому сегодня эти ситуации есть, этих проблем много. И, как я говорил, только кардинальные изменения. То есть я вам одно могу гарантировать, что весело будет сразу с третьего дня заседания парламента. Мне не нужно год на подготовку, еще год изучать ситуацию в больницах, два года в школах и так далее. Она мне, поверьте, ясна. Есть во многих министерствах наши соратники, которые нас поддерживают. Просто сегодня они не могут со мной выходить на такие встречи, потому что их завтра выгонят с работы. То есть есть люди, которые готовят мне аналитические материалы по министерству экономики, министерству сельского хозяйства, министерству здравоохранения. У нас есть четкие шаги, которые вы, поверьте мне, почувствуете сразу. Да, сегодня есть другая проблема. Сейчас начнется проблема, с чего начать, со школы или с больницы. Ну, это уже, как говорится, будем садиться, будем думать, но что-то будем решать. Домой Инатолан, на меня здесь есть лица, у компании, четыре в эстетике, у двух лет назад. Я устроил два года в часть месяца. Например, сегодня я же возрасту три года в день, когда устроил в доме, она не успеет ли нам свой номин в доме. Мы устроили это первые, и главный густерству, который сказал, что умерли за главный дом, и он устроился неизвестный дом. Ну, это как бы о leverчатил, но он не успеет ли нам свой номин в момент своей среднейшей. понимаете сегодня они переваривают проблему друг на друга и сегодня это говорит вот о чем я говорил когда я спрашиваю сегодня с вас бань петру астана сегодня с вас бань петрусей сегодня порядок нужно найти потому что не должны были давать людям места под строительство дома а потом туда решать проблему с поставкой туда электроэнергии у нас стране как бывает людям дали понят поля вас молдовение сурко струи тормозом горплатишь газу страга шапаж электричтатия и так далее как у нас проникли такой беспорядок у нас сегодня стране визиты и контрабаре а на и район сэм таре мультинашин таре партнерин у не зуба неже пену логуре у нас в пене и трассу на септембре аспублику турлем аллуронин банкаде вена аллурлакаде вешли царя шалу слава не рождеет у меня зря дошли сквозь факт и волны грубаре женщин партич пыши европей не ну ну моножны когда выдается грант на строительство друг молдавии там же европейцы как делать но вам дают деньги дом вы должны оплатить наших экспертов наших специалистов и так далее то есть сразу европейцы отпилили 20-30 процентов из этих денег потом потом распиливать а веншину и дистуле спичали шпин министерии шэрэмэн патру дэйди прочэти динкарис фальси шэйчэф и дэс дуга вастры шалмэй страшник лукру астас министеру гуверну сэлэта так и примару оораж вовер район и динал партий и мы просто не выделяю деньги пока ну не выйдет и не скажет что я перехожу в эту партию которая руководит сегодня министерством финансов министерство транспорта и так далее сегодня когда они говорят про демократию вот есть разные примарии коммунисты независимые там социалисты зеленый неважно сегодня правительство должно распределять деньги поровну между всеми этими примарями они дают только тем которые у них партии а люди из этого страдают а сейчас проблема ку-друмур лист шэнураж у бэлс дэта ка колу-лорну ли дав бань к коммунисты слагувернари кэн панчука стрякала дэн шэпрымару а то сейчас льдэй бань дэд румур шэнур-ну-марь то есть сегодня это простой шантаж и полный беспредел который происходит даса восполна страной ухлорешт даса парири практик сантуати раяни динцара в монтарий в шоке в себе Это дом, и мы, если мы не понимаем, мы сделали приватизацию, и мы сделали много довольствия. Я вам предоставлю, что у нас есть ситуация. Там был масло-сер, консерный сахарный сахарный, примерно те же заводы, которые были приватизаны. Немцы используют бани с сухерой, Мы все эти объекты, которые были так называемые, они не были приватизированы, они были прихватизированы. Поэтому все, что было прихватизировано, поверьте мне, я, конечно, и вам держался печалей в дискульт, в МФК, его рождение, република Молдова, для того, чтобы это все отнять и вернуть государству. Потому что когда есть контроль государства, можно спрашивать с президента и с премьер-министра по любому вопросам. А сегодня вы их начнете спрашивать? Ну, 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 у него уже есть проекты начали, проекты и так далее. А сегодня, когда мы все вернем, награблены, вас будут ourselves в МАНДЦЕלЕТВит. И у нас есть два плята, которые уходят на пистикотере, и у нас мы увидим на принципах с вашей. Мы поднимаемся в багажник, а тусом в фарш-а лавани, пи пи-прация мари-а Дональнациональная. Что нас за гражданство, то мы отклим в царь, и мы должны иметь лучшее. У вас есть ли, амбасадор, и у вас есть ли это? Мы попросили мне вопрос, как вы могли бы сделать это? Что вы можете сделать, что вы дает народу, по плазе, по плазе, по плазе, по плазе, по границе, между Романья, Я хочу, чтобы он был, как он был в Молдове, чтобы он был в Сырмане, чтобы он был в Африке, чтобы он был в Молдове и Романией. Кто хочет Роман, он говорит Роман. Стоит натир. Слушайте, они, когда он сказал, когда Сырма, они были в Фламын, за полежи, и им им нужны деньги, и они не нужны. Но не было уничтожения по Романией. Там уже были первые дети на разговоре, которые обычно за металлолом деньги же выдают сразу, вы знаете, пунктов сбора хватает по всей стране. Поэтому я помню эту историю, когда была демонстративно, вот ее цирмогенпасы, я, т.к. Ну, мы эти, ее объемы гауты проблем, ее так казня району полежать. А в таксупень, валя русовый сад, или дела фронтеры, еще порча, еду по КСП, и шкафу еждя, 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 можно? Да, конечно. Здравствуйте. Я ребенок, я как бы боюсь за наших деток. То есть я уже в возрасте, я поступаю уже учиться дальше, я закончу 9 класс. И в чем мой вопрос? Просто я сейчас замечаю, что нет ничего, чем могли бы заняться дети в этом городе. Они просто гуляют, бродят. Я даже замечаю, что дети 12, 11, даже 10 лет начинают ходить по заброшенным зданиям и курить. Я это замечал. Есть дети, которые ходят, пьют. Я это замечал очень много раз. Просто что делать в данный момент? Ребят, я почему сегодня сказал про детскую площадку? Почему я вам говорил в самом начале, что то, что многие называют еждяи годами советской оккупации, то сегодня детско-юношеские школы, на которые ходили, я когда был в возрасте, чтобы ты понимал, я ходил на шахматы, на футбол, и еще успевал на радиста два раза в неделю. Поэтому сегодня это практически все уничтожено. И нет сегодня условий ни в одном районе. Сегодня посмотрите на все спортивные площадки. Я вот по слове, что не гулял, я после этой встречи обязательно пройдусь, заодно подумал, где установить эту детскую площадку, которую я сделал подарок. Но сегодня нужно желание, понимаешь? Сегодня, может быть, есть министр спорта, который хочет что-то сделать, но они на министерство спорта не выделяют никакие деньги, они говорят, в бюджете нет денег. А я вам говорю сегодня, что поставить сегодня всем, вот тот же Юнион Финоса, который продает там электроэнергию сегодня в нашей доме, Юнион Финоса, Филипп Моррис, американцы, которые продают сигареты. Только методом сказать, ребят, с каждой пачки сигарет даете деньги в министерство спорта и молодежи. Только так возрождаются кружки, ребенок должен быть постоянно занят, чтобы он не вырос разгильдяем, понимаешь? Потому что от нечего делать и начинаются вот эти, курить, пить и так далее, и так далее, понимаешь? Поэтому сегодня я, будучи не старым, не самым старым политикой в этой стране, я вам гарантирую и песочницу даже для Кимпу с Воронином, не только для детей, понимаете? Все будет понятно. И еще один вопрос, пожалуйста. Вот перед вами фотограф стоит Денис Экеменко. Он, будучи, знает, что я занимаюсь, в общем, музыкой, но у меня как бы не хватает денег, чтобы записать, к примеру, песню свою же. Я расту без матери и без отца, просто с бабушкой и дедушкой. Что мне делать? Я пытался ходить заработать, но из-за возраста мне просто не дают шансы работать. Что мне делать? При этом у бабушки пенсия 600, у дедушки 800. И только из-за того, что он работал на концерте. Никто ему сейчас срезали. Что делать? У тебя телефон есть? У меня даже телефона нет. Поля! Да! Да! Подойдите нам! Я все сделаю. Подойдешь к вам, как закончится встреча. Я просто не хочу это говорить. Я тебе помогу. Я позавчера горжусь такими детьми, которые вырастают без родителей, которые не теряют порядочность, не теряют совесть. Ко мне приходили вчера 38 и 38 детей именно из интерната, которых вот так распределили одного в училище, другого в университет. То есть детям в принципе даже дали где учиться, но им не дали где жить. Они говорят, что общежитие на летнее время закрывается, будет работать только зимой, но в период образования. Домный Рад, ворог фрамос! Слава вам, Калибулану! Ворог фрамос! Кашево-мос, два года, Домный Рад. У тебя звучит у меня ворог. Домный Рад, хотим вас борьбе. Ворог фрамос! Ворог фрамос! Ворог фрамос! Мы с которым ситуацией, а вас не ворог. Включите микрофон. Я горюне перезиду. Вы подходите за ним, господин Совремон 7, Можистоятельство, которые выкрутые база jewelry, и вы Station элисит底, потому что ест бог, это обеспечЯ کے-менивые ваши вынесли, Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Люди говорят о нем, что он негодяй. Пусть он сидит в той партии, где он находился все эти годы. У меня сегодня не стоит план набрать всех потерпевших сбитых летчиков, которым не хватило, когда они там пилили все эти годы. И сегодня они будут идти в нашу партию. Да, сегодня у нас нет узнаваемых лиц. Вот многие говорят. И вот так вас будут дурить в сентябре, октябре, ноябре, всю предвыборную кампанию. Вам будут говорить, смотрите, у Усатова в команде нет известных, узнаваемых людей, политиков и так далее. Вы знаете, я лучше выращу неизвестных, чем возьму тех, которых вы очень хорошо знаете. Мне партия потерпевших не нужна. У нас будет новая партия. И поверьте мне, что мы делами докажем, что будет все в порядке. Дома Ренат, я не трогаю. Думане востре, сфажем, динитрия наша, дако не выводим по-думане востре, штат на роду Гауди, сажуте Думанзеу, сфажем, сфажем, динитрия, сфажем по-реду. Ко науне у провис пенсии 24% и мы видим, что они сфажем по-друге. А мы бороди, как у судилейка с алейзерами, не переживайте еще. Я у промис, но я не видел ничего. Мы даже раз бородище, раз бородище, не переживай. Якаш, перед выборами они все поднимают, будет все в порядке. Что это я? Дома Тимовке с-а факу драмы на Флорежте, дыла милиция по каса Паринтеаска фост. Но для этих ландиулиц, не имеет интерес. Я извиняюсь, просто, к сожалению, когда родились консоноскут, мажоритарки, ген-трофе, карианского духа Куцара, в советское время, к сожалению, были запрещены аборты. Поэтому, паспорт. Поговорите, дороги молодогени, дороги руси, когда вы живете в Молдова, не встречайте национальные, не встречайте, что ты русский, тигран, молдовский. Мы живем в Казахстане. И так много людей с уважаем друг другу. Майкар, как вы говорите, как вы говорите, как вы говорите, как вы говорите, как вы говорите. Они уничтожали друг другу. Дай, что мы вместе с нами. Мы делаем страну и страну. Не и страну, но и страну. И вот это. Дом Ренат. Если она будет исключен для коррупции, я на ретректу сбалансировала. Что это вам? Ну, что ты сказал? Кому спорт спорта конституционала на ретректу? Но у нас страна чудес. Я сейчас посмотрел, когда выдавались медали. То есть сегодня я не увидел там врачей, учителей, лучшего агронома. Сейчас мы будем лидер динцарев. Сейчас мы будем спортивные. Понимаете, солдат, медали? То есть, послушайте. Медали мы придем в власти, я запрещу выдавать медали. любому чиновнику, пока не будут решены проблемы граждан в стране. Волонуящие третянам, медали и награды. Мерят училик, мерят нул. Да, да. Мы на дряктэн. Он нет, понимаете, что дряктэн, мы неדим, не знам, и мы на дряктэн. И мы на дряктэн. Вы не думаете, что думаете, что есть вопросы? Вы шутки не будут. А мы им даже стык, а мы им отдастся, а мы будем открыть его, Я вас помолваю. Есть приемы шпилат по сулодат, по одинокий альфурма, да, во-последок, цуфлетов. И то, чем пытаются сегодня пугать людей, очень много роликов в интернете. Есть сегодня нарезанный из разных телефонных моих разговоров. Там есть мои разговоры в скайпе, многие видели, И я скажу, что Ринат Усатый, бандит, мафия для Москвы. А то варианты Раты показывают, что Ринат Усатый ругается матом. Да, я ругаюсь матом. И я буду на нем круглосуточно говорить, как я говорю, лишь бы люди в два раза меньше платили за отопление. Если от этого будет результат, круглосуточно я буду ругаться. Я живой, нормальный человек. Ринат Усатый, бандит, мафия для Москвы. Ринат Усатый, крепко, дучи, бандит, мафия для контрабанды. И они посчитали, что крепко матут шапки миллион неделей. Я им говорю, я раздал не 7 миллионов рублей, я раздал, во-первых, 20 миллионов рублей. Во-вторых, я специально не перечисляю деньги через банки, отдаю людям наличные, потому что я понимаю, что в любой день они могут арестовать счета, и потом я буду ждать два года, пока их раскроют. Поэтому я эти все деньги декларирую. В отличие от них, меня сегодня ускоряют. Я? Комбара Бани, Комбара Бани. Ваще пиарайоне. Ваще пиарайоне. Ураше марьфаку, анчарти марь, адующе, дзэйдзимиди вами. В отличие от них, концерты для людей я делаю за деньги, которые зарабатываю в Москве. Они вам делают концерты за деньги, которые у вас же крадут 4 года. Поэтому вот я на что отвечу, эти деньги и трачу. Не важно, это концерт или помощь людям. У нас из активистов хочет почитать стишок, посвященный вам. Подождите, давай по спросу. Это не только касается вас, это касается всех присутствующих на просьбе. В Молдове жаркие настали времена. Парламенту не по душе иные имена. Так долго приучать пришлось народ любить лишь тех, кто так красиво врет. Но появился новый кандидат, которому парламент так не рад. Он тайны мафиозные открыл, народ своей мечтою окрылил. Свою программу показал народу. В стране пообещал всех наказать уродов, что грабили безжалостно народ, не зная, что возмездие придет. И вот теперь, почуяв ветер перемены, идут на всякие подлоги и измены, как можно больше стараясь навредить и к выборам никак не допустить. Но силы правды, лозунг неизменный. Пусть знают все, страну ждут перемены. В парламент мы придем, сомнений нет. За все придется им держать ответ. Народ Молдовы, слившись воедино, вновь возродит авторитет блинный. Все вместе дружно двинемся вперед, и весь народ счастливо заживет. Спасибо. Вы знаете, мне приятно, что про нас сегодня рассказывают иногда байки, иногда сказки, но сегодня также про нас уже пишут стихи. И вы знаете, мы, поверьте, в очень большом составе, может быть, не в очень большом составе, но мы, когда придем в парламент, я вам сразу говорю, то, что не у них будет круглосуточный компресс на голове, это след за вами. И когда мы их убедительно попросим вернуть все награбленное, что они сделали за эти годы, то будет, знаете, у меня есть один из любимых анекдотов на эту тему, когда лежит Брежнев при смерти, к нему подходит Андропов и говорит, Леонид Ильич, ну вы меня преемником назначите. Брежнев спрашивает Андропова, Андропов, слушай, люди за тобой пойдут? Говорит, если не пойдут за мной, уйдут след за вами. То есть этот анекдотик посвящает депутатам, парламенту, следам, правительству. И чтобы вы знали одно, у нас не просто девять силы о правде. Я вас не подведу, я никогда вам не буду врать. И поверьте, не даю вам слова, что всем остальным им мы порваем парус. Спасибо. Благодаря салонтанте, мусульмин, сейчас велика частных турнир, друзей, отыди к алдураса. На самом деле, в чём путься, ну, поесть индифференции, в честь СНТУБ Република Молдова, кари, ну, есть и сигур, чем афи, ку-витору, ку-пиор, кари, это референции, чем афи, ку-витору, паринсов, кари, солнца, морфи, ку-кипу-про-пят, пейс-ванар. И сегодня, на самом деле, без всех вас, я один, в этой стране ничего не поменять. И то, что я вас не разочарю, вы в этом убедитесь. Спасибо. Я проведу сейчас тысячи встреч. Я могу отвечать за 10 вещей. Один вопрос. Если вас не пропустят, вашу партию не свечет. Дайте микрофон. Дайте микрофон. Если вашу партию не пропустят, как за вас голосовать? Смотрите, я тут запрещаю, на самом деле, регистрацию нашей партии, потому что боятся. Понятно. У меня есть три партии готовые, запасные. То есть у них не хватит просто работников закрывать все партии, с которыми мы можем пойти. Я вам единственное, что могу сказать, неважно, как будет, какую из них я возьму, в последний момент. Если нам вот и последнюю попытку мы сейчас хотим зарегистрировать партию Рената Усатова. То есть как бы ни называлась партия в прошлом, сегодня в бюллетине будет присутствовать название Рената Усатова для того, чтобы люди не ошиблись. А дальше уже можно не читать. То есть поэтому вы не ошибетесь, голосовать у вас возможность будет. И что бы они ни сделали, мы пойдем до конца и мы победим. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Многие родители, которые не имеют ниже. Они занимаются 3-8 лет. Вы знаете, как вы знаете, но не вы. Мы, из-за премырии, с удовольствием немного денег и мы хотим, чтобы вы помогали, потому что они очень мертвы, очень мертвы на картина. Они очень мертвы. Вы знаете, мертвы. Скажите, куда мне документы привезти? Это я так за вас. Как мне привезти все документы о себе, о детях? Слушайте, офис в Флорешках уже полгода. Вы спрашиваете, куда привезти? Нет, я живу в Бельцах. И в какой день мне привезти? Послушайте, в Бельцах напротив университета. Я была там. Ну вы были оставили. Значит, я доезду туда, посмотрю. Все очень просто. Я туда не могу. Я ничего не оставила, потому что мне сразу ответили совсем грубо. Вон изъютом на Ренах. Там мы вонтребали. До вечера мы в Флорешках. Сейчас мы из Кумб Кудякова. Вот так бежалки погасло. Ну вот так бежалки за BCам домой. Может, правда Dios? Что это? Здорово. Вполне много четвертСпüll inm В интернете, в интернете, в интернете. Но как вы выбрали, чтобы не было фальсов? Мы сейчас completаем листы. Существует больше людей, даже в Европу, в офисе, в Кишинево. Мы делаем листы для тех, кто находится в Берона, кто находится в Флоренция, в Португалия, в Марию Британии. И мы делаем листы для людей, которые готовы, чтобы, в зиму, в Амбасаде, как обсерваторе. В Европе будет около 60-70 пунктов, и там должны быть люди responsables. Сейчас мы работаем на этот субъект, для того, чтобы, в зиму, 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 в зиму. Субъекты, в зиму, в зиму, в зиму, в зиму. С вами, кто будет? Кто? Кто? Порте бедет. У него, в австралии, в тресвих вето, но я спачив, нахуй, нахуй, нахуй в Португалия, нахуй в фейсбук, перноклассники, сейчас бедет... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok